Который вызывается турбуленцией при выходе воздуха изо рта. Дальше. Надо это сделать намного быстрее. Крик это сконцентрированная вещь. Он может быть и протяженный во времени, но, как правило, он все равно под большим давлением и меньше прожитка времени занимает. Поэтому, точно так же, продолжая делать, мы сокращаем время выдоха. Получается таким образом. Как грудная клетка подключается, это я в качестве общего развития покажу. Вообще полный дыхательный цикл, конечно, выглядит немножко по-другому. Там не только живот, конечно, работает, грудь тоже. И выглядит это так. Надувается живот, надувается грудь. Потом выдыхает живот, выдыхает грудь. Докая волна. Вот вторая фаза, дыхание грудью, она практически отсутствует здесь. Но все равно, в самом конце вот этого дожимания, когда скатился живот, потом опускается и грудь, и живот, и поднимается таз. Это все присутствует. Но это тема отдельного разговора. Мы сейчас говорим про развитие конце, как интонационные вещи такой, на брюшном дыхании. Теперь должен появиться какой-то звук. Откуда-то должен родиться звук. Как это сделать? Звук, вот другого слова найти невозможно, должен быть утробный рых. Утробный. Чтобы явить утробный звук, можно попробовать, как сделать. Много способов существует, для всех подходят разные. Когда вы выдыхаете животом, можно немножко губы прикрыть, и попытаться свородить такой, как бы, рог. Звук, 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 звук. Потом к этому добавить то, как вот Армсом, да? Это вот уже тренировка голосовых связок в низкочастотном диапазоне. И все это при давлении именно из живота. Не так, конечно, будет выглядеть лицо. Лицо будет более собрано. Но сейчас я попытаюсь все расслабить и выдавить из себя просто именно этот рог. Вот. Это не очень. Это компьютер. Это не я. Вот. Теперь мы также на выдохе с животом это движение затягиваем. Вдохнули с животом. Сокращаем. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Теперь пытаемся сделать это быстрее. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Ну и квинтэссенция. Это когда вы создаете очень большое давление животом, напрягая голосовые связки только для того, чтобы поддержать этот тембр. Так как голосовые связки не могут точно поймать этот фокус, чтобы в одном звуковом режиме пошел звук с одним тембром, то вначале возникают частоты достаточно высокие, из-за высокого давления связки в постоянном положении находятся. Это как через лепесток дуть. Дуйте сильнее, звук выше. Дуйте медленно, давление падает. Звук ниже. Поэтому на самом начале выдоха звук более высокий. Под конец он более низкий. Вам надо только пытаться повторять все упражнения. Были очень простые. Большего я не могу показать, к сожалению, в видео. Этим надо заниматься, надо тренировать, надо сразу же исправлять ошибки, когда человек работает. Потому что все по-разному начинают. Кто-то голосом начинает что-то давить. А-а-а! Э-э! Кия! Ничего это не рождает абсолютно того, что надо. То есть это сразу надо поправлять. Кто-то замыкает где-то в какой-то зоне, какое-то напряжение дополнительное создает. Опять получается, что звук не выходит так, как надо. Сильно и мощно. Сейчас я сделаю с консей для того, чтобы понять, во что это дело в самом конце выливается. Та-а! Та-а-а! 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 Вот примерно так. Можно сделать его и ниже, если голосовые связки по другому настроить. Та-а-а! 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 Можно выше. Та-а-а! 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 Таким образом, да? Ну вот. Осталось только попробовать это повторить. Ну что, спасибо за внимание. На этом остановимся.